абрикосы зацвели узкок с горный алтай вот он еще географию расширяем семь абрикосов цветут и две сливы все из косточек ассорти вот меня часто пытают а что за сарти такой а чёрт знает со всех подряд деревьев собирает ну имеется ввиду со всех абрикосов подряд со всех слив подряд а потом ассорти вырастает вот такое чудо это слива это абрикос скорее всего это первый урожай да ну чё ждем чудо пасека для души это следующее письмо я в этих письмах купаюсь буквально некоторые доводят до инфаркта вот некоторые меня наоборот продлять жизнь пасека для души это из этого самого в общем как-то канал то называется сайт есть у меня учебник с автографом подаренная доцентом кафедры плодоводства за хорошую успеваемость по предмету преподаватель очень сильно ругалась когда в контрольных работах использую литературу по плодоводству южных и юго-регионов а у нас то сибирь вот такое письмо мне пришло а то один яд толдочил сибирь сибирь так вот в этом учебнике хоть он и типом монографии более 70 источников литературы то есть автора все информация все те же южных учебников кстати сообразил вот это фамилия автора стер заметить чуть-чуть черное видите специальности почему есть две страницы перейти взаимосвобных работ и все южные только так и так вся агротехника и рисунки взяты один в один села не перенесла в сибирь кроме того эту технологию на экспо приходит не перед по theirs это telling expelnique.ru какой как поставить девять звуки а вы что потом вы не знаете что посоветовать обрезать тот такой вот толщиной ветки с ними нельзя русские lutzi уничтожить вот на таком толщины дерева такие вот толщины 4 ветки вы что не знали что это морозостойкость упадет 7 0 вот такой вот я получил это пожалуйста тут нет фамилии ничего зато вот так это адрес есть то есть я ничего тут не придумал даже запятых не менял видите тут без запятых травеля вот это интересный момент как получилось я скажу все правильно получая письмо узнать и можем в целом порассуждать это же быстро разговор но звучит так значит вначале я придерживаю такого мнения вот есть семена железа кто каждого свое занятие вот сергей продает саженцы представим себе вот сейчас существует все но нет меня каким-то образом получилось мэрия карнации или как я попал в 2021 год так я совершенно по сторонам чеки фамилия железом не знаю но я очень хочу иметь сад так я к железу обращаюсь прошу у него там выслать или 10 саженцев вот беру максимальная цена у него бывало по полторы тысячи рублей но не того стоили помните да вот и некоторые окупаются сразу вот когда вот эта фотография что выше я показал у человека первые абрикосы свели вот если они дошли до завязались плоды все считать уже деньги окупил 100 процентов а некоторые помните как было в этом ульяновске или кажется в ляновске уже на рынке торгуют там против плодами за что я еще отругал не на по моему зовут уже плодами торгует и каждая косточка на вес золота и вот я купил десять штуки девять у меня развиваются так это значит что они быстро плодоносят последний фильм видели а нет сейчас выйдет на днях питомник весь цветет чё там ждать плодоношению не купили двух-трехлетки вон они уже все цветут прям питомник и вот допустим один из них погиб а как как случилось у кого-то даже не известно погибли вот никак не распускается груша заметить груша особый разговор вы должны это знать груша самая плохая корневая система с этим связано мы уже проходили проходили но мне все время уточняйте детали чтобы от этого дебилизма не было вот это вот и вынужден постоянно уточнять детали что эти что должны знать все начинают с этого когда биология 5-6 класс проходит вся устройство сделано таким образом что у груш стержневой корень родины как я догадываюсь причем голу на сень дают сухих без 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 дождливых летов лет готов вот и она вынуждена выживать таких словах создал вот такой стержневой корень а теперь берем саженец смотрите вот это обычно это ну как обычно нужно вот выкопано у сергея это стол его вот видите стол его даже узнать можно он уже фигурирует постоянно а вот это вот то что он выбросил так а как так получается а получается следующее я беру крайний случай буду долго нужно говорить это все имеет очень важное значение крону проходили помните как она растет ой а по вертикальные ветки почти вертикально давать не будут эти самые урожаи а потом эти ветки нагибаются так что еще опять последнем фильме предпоследним есть я показывал огрызка дерева одна ветка рухнула от урожая фотографии же есть с урожаем вторая рухнула от урожая все вместо дерева осталось вот такой вот вот такой вот это все видели еще покажу и все проснувшиеся почки сотни устремились вверх видите как вот и так как они устремились вверх значит ну не элементарные вещи объясняют если они не хотят эти самые объяснить людям а вот такую дурь детей заставляют зубрить я искал хоть один смысл а вот любого тысячи незнакомых слов которые надо вызубить и вот значит получается крона компактная значит вода не расползается мы же как говорим с листиком на листик да это у яблони а у абрикосов груши вот так и стержневой корень который все-таки должен напиться воды за связанные ветки вот эти с корнем и вот я рассказываю это пусть долго но когда-то это кто-то возьмет нормально вот как павел троценко это уберет махание руками лишние слова слова паразиты вот и получится прекрасная статья и так это воспоминание этого нет у меня на фотографии я с этим столкнулся в жизни я пошел дальше я начал открыл понятие метр наоборот то есть когда низняя часть дерева находится под влиянием верхней части дерева и что получилось груша сварок мощная 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 взрослая дерево так получил первый урожай для сибири лучше нет потому что остальное замерзал и будет замерзать особенно это кого занесло там приполярный на же как бесплатный гектар дают так и сказали полярной зоне знаете там ниже у нас девать земли нет ни грамма не это нету не нечего людям рождать вот подумаешь там десятки тысяч колхозов заброшенных вот значит сварок начал привать на продажу выросли а он мощь от дерева и к эти качества да и уссурийская груша под ним тоже прекрасный вот видели у человека какой вырос саженец прекрасный и мы все вот это там по моему года 4-5 а он уже вот такой весь чистая уссурийская груша и семечки выросли двухметровой за один год мощная прекрасная саженцы встречаем первых гостей здрасте груша где живете от красноярска куда бы южнее севернее для вас сварок извините или сварок или вас ничего растения будет вот мне покупайте пожалуйста лесную красавицу из бельгии покупайте только я вам гарантии не буду давать давайте 40 я выкапываю я стараюсь я в это саленца мощности чувствую там корнище будет я вот так вот отступаю сантиметров 30 40 и героев канаву рою-рою-рою канаву потом глубже глубже где-то нащупал уже там на глубине полметра нащупываю лопаты нащупываю центральный корень а обрываю раз отчет он легко идет землю не трогать то есть ком земли который должен был уехать за красноярск на север раз а видим это как дурак а я стою как дурак а здесь корней нет одна палка на глубину полметра одна палка я вздыхаю чем может все-таки красавица выкапываем второй одна палка выкапывает этим одна палка спросите меня угадайте за с одного раза почему сергей не продает сварок не приводит его одна палка но есть промежуще варианты все равно скажется я стоял вокруг потом гадает елки-моталки ну хорошо я потерял деньги потому что я же не могу взять деньги за эту палку она же не приживется она верила вот это единственное когда когда что-то не так звонит почему-то не сергей а мне и правильно я лучше разбираюсь маленько до сих пор значит вот какой-то саженец я говорю еще не поздно еще весна отрезайте еще половину половину сергей отрезал выслал отрезать еще половину вот ждите когда хотя бы в нижней части появятся листики вот а там еще видно будет окончательно надо да три-четыре почки уже будет сажен ну как-то успокоил человека а сам думаю 10 боя купил и у меня по новичка у меня бы ну зная вот обстановку то есть что творится в стране что больше выбора нет один бы вообще бы не проснулся вот это как тот мой пример чтобы будет дергать там палка нет корни есть но ничего не спасли и тогда а я смотрю на сварок с подозрением это самое мощное дерево из всех а ну не она же не просто полу культурная она еще и как своих этих роду и сурику имеет грушу то есть у нее еще и кровь груш есть половина ли генов то ли четверть неважно но есть есть вот и получается так почему только у нее хотя просто первым попавшим немного ты сделал вот что это за груши а черт узнать здесь прямой но это десяток на звук и угадаю видите 1 2 3 4 5 вот а на корни не повлияло а сварок сам вот такой вот любит вот так вот расти и явно что это он испортил корни испортил название условно ну и что ну как человек убедить что если даже у него не проснется так груша одна единственная это одна единственная не проснется так что он потерпел крах ну там может 1000 рублей потерял да еще знаете как вот пример я не знаю как по грушам там но этот пример самый лучший первое самые яблони да какие яблони это лучшие сорта в мире значит первая яблони 1200 2 1200 3 1200 а четвертая 200 опять захотели опять 200 а 6 200 вот вот это торговля а все этим получается сложили в кучу получается по 600 рублей а если дальше брать то уже получается по 500 а я потом покажу вы видите какие цифры дикие страшные по 10 15 20 тысяч сантиметров продают безозрения совести причем на фотографии опять взят из интернета вот такая история то есть влияние я подвожу как бы итог влияние при воина подвое однозначно и получается переделка корней идет переделка корней потому что я не могу доказать что но я как вспомню этот шок когда я пока по одну за одной а это только со свароком мощный саженцы вертикант акция интереса да у них еще и штамба были обычно живите как и никто специально не режет первый год обрастает сама не за метками правильно хатам у меня сварок до высоты где-то чуть-чуть до пояса и еще и штамбами на себя смотрю сколько штаба без корней столько вниз идет вот это такая особенность и попробуйте здесь найти закономерность получается какие-то точно одной фразой объяснить нельзя нужно вот так вот долго упорно рассказать а в этом случае так а в этом случае так видите для меня это все интересно вот мне повод дала вот этот звонок там что где скупила а одна не пошла ну еще не веса пойдет или нет ну как могу объяснять но главное не могу язык не поискать да вы все равно плюс то вас остальные то пошли в день это не выбросили даже если здесь одна погиб вообще не пойдет и увижу валяются отброшенные взял сфотографировал этот пусть это не сварок пусть ни одна такая видите что корней почти нет от низших нет это груша зараза это такая вещь что у него корни кажется самыми голыми на свете